Итак, друзья, скажу честно, изначально я даже этот сезон вам не хотел показывать, потому что в определенный момент отрыв от Нантвича, ну, точнее, до Нантвича был очков 12, и, ну, шансов не было. Напоминаю, что в шестой див выйдет только одна команда, это, сука, настоящий хардкор. Но потом в Нантвиче что-то, наверное, случилось, какое-то помутнение рассудка, возможно, и они начали проигрывать, катать ничейки и так далее. Но, знаете, я не скажу, что у нас ситуация лучше, потому что вот был такой отрезок, где было шесть ничьих подряд. И если бы не это... Куча не самых удачных матчей, мы бы сейчас, наверное, были бы первыми. Вот такие вот дела. Кстати, здесь решают не личные встречи, а разница голов и количество забитых голов, а и там, и там мы получше, чем Нантвич. Поэтому, если они ошибутся, у нас будет шанс ворваться в шестой дивизион. В общем, сейчас все увидите. Итак, дружочки, первый матч с Уитби. У них очень любопытная схема. Три-два-два-один-два. Какая-то ваза получилась. Ну, окей, у нас схема, в общем, простая. Просто навешиваем на Дайера, на Двайер, точнее. И он... У него вопрос простой. Взять и забить. Ну, я когда его подписывал, в принципе, рассчитывал на то, что с такой физикой он просто всех затопчет. И я оказался прав. То есть, финишинг 8, да, но 27 банок. Пас 5, но 8 голевых. Вот такие вот дела. Но главное, чтобы сегодня его... Прицел не подвел. И сразу минус основной центральный полузащитник. Че, на гвоздь наступил? Ладно, Джордж Уилсон. Отличное начало серии, пацаны. Просто великолепное. Серия продолжает меня радовать своим великолепием. Ну почему? Ну почему? Вот бы и Нандвич обострался в таком случае. Ну, пожалуй. Не хотелось бы, чтобы вот в первых матчах, как-то их не так много сегодня. Мы все шансы потеряли. Что вы делаете? Ну, играем дома. С командой, которая... На каком они месте этот Уильбин? На каком они месте? Дать посмотрим. Ну им ничего не нужно уже. Они ни на что не претендуют. Но коньяк, коньяк, коньяк. Травма. 85 голов за минуту. Обожаю. Просто, сука, обожаю. 3-0. А почему бы нет? Нахер я это сел записывать. На стриме бы доиграл бы спокойно. И не позорился бы на людях. Отличный угловой. Просто охеренный, братан. Один гол отыгрываем. В принципе, времени-то, конечно, полно. Но, блин, что-то я на такой дизморали прям так сразу. Там еще и вроде как Нантвич забил. Ну, в общем, тут этого не видно. Но в таблице они набрали очки. Поэтому, видимо, они забили. Сука. Да, 6 очков отры. Я не могу на это смотреть без слез. Ребята, ну, в принципе, за тайм забить 3 гола. Но это возможно. Ребята, ребята, давайте. Ну, перехваты. Умеем, нет? Вот. Вот так. Отлично, Джарвис. Хорошо прошел. Идвайр, я тебя хвалил. А ты, сука, меня подвел. Но я вижу, что игра... Нет, нихера игра в мою сторону не переломилась. Сейчас мне, наверное, забит 4 гол. Картрайт. Нет, с точением перехвата. Это Волж. Нам нужна победа в этом матче. Нам, сука, нужна в этом матче победа. Не знаю каким образом, но нужна. Ну, Джарвис. Сука, да хватит душить. Думаю, нет. До конца остается 20 минут. И... Пацаны, ну, что могу сказать. Еще 42 тура в 7-м дивизионе. Нас ждут. Да, сегодня будет стримчик. Там будем команду собирать по новой. Надеюсь... Найдем... Наберем более... Нет, в принципе, на самом деле состав-то у меня хороший. И мы играли хорошо. Просто на античку у Тахера начал... Играть еще лучше. Ну, как так? Составом-то даже доволен был. Мне кажется, это топ составами по... По местным меркам. Топ за свои деньги. За 0 доллара. Но даже его не хватило. Ну, в общем, будем искать более классных футболистов. Все-таки, конечно, возможно. Синклер. Ну, вдруг... Вдруг мы сможем какое-то чудо сделать. Ну, свежие, быстрые фланги. Я нахера выпустил. Сточини. Подает. Джарвис. Сука. Нахера мы 3 пропустили в первом тайме? Какое говно, а? Нам, председатель, сравнялась команда Блад. И нам бы сравнять гол. Сука, сука. Счет. Аня, даже за мента не осталось. О, и... Ребята. Поджать, поджать, поджать. Поджать. По-моему, Нандвич вообще проигрывает. Лол. Лол, сука. Если бы мы в этом матче выиграли, мы бы вышли на первое место. Эти ощущения... Вот если бы, знаете... Когда-нибудь, возможно, технологии скакнут вверх. И вы сможете чувствовать мои эмоции. Ну, я сейчас просто... Опустошено. В общем, еще два матча. Шансы есть. Не знаю, что сказать после этого матча. В общем, у нас матч с командой Лик. Она на третьем месте, по-моему. Так что будет непросто. Но, судя по этой реплике, командов... Да, не в лучшей форме соперник. Но какая разница? Мы все проиграем. А вот Нандвич как раз таки играет там с каким-то дном с 21-го места. То есть, если ты играешь с командой со дна, да, у тебя проблемы. А когда играет комп, это вообще ни на что не влияет. Эсиен там, вау, одного обвел, второго обвел. Третьего обвел. Удар, конечно, уже сил не хватило. Кончилась, видимо, манна. Нандвич забил гол. Там еще этот Рэдклифф Гарри Поттер, блин, в свои забил. Короче, если мы в этом матче не выиграем, то все. Все. Двайр, просто беги с твоей физикой и силой. Ну, вот, вот что мы видим, да. Сейчас нам забьют гол, и можно спокойно успокаиваться. Вынос венча головой великолепный. Волфор. Без комментариев. Ну, в общем, ребята, еще один сезон в седьмом дивизионе. Игра меня просто макнула в кучу кала. Наверное, не стоило было сегодня выпускать такой видос про FM21. Но уже поздно что-то менять. В общем, последний матч никакого значения не имеет. Поэтому я вместо того, чтобы его играть, наверное, вам просто расскажу про состав. Подведем итоги. И уже будем смотреть в... Будем смотреть в счастливое будущее, надеюсь. В общем, моя цель не меняется. Выйти в EPL до выхода FM21. Ну, у меня еще месяца даже больше, так что... Сука. Ну что, пацаны, давайте по составу пройдемся. Давайте, наверное, по оценкам я их всех выровняю. В общем, лучшим был Энтони Дуайер. Я даже с ним продлил контракт. Свои 300 баксов он отрабатывает просто... Ну, мы остаемся в седьмом диве. Поэтому я думаю, что он еще свои там голов 20-30 забить должен. На втором месте Джек... Джеб. Его контракт не продлен, но надо будет это сделать. Великолепно распасовщик. Ну, в принципе, с такими скиллами он им и должен был быть. Потом Энт Джарвис, это в паре с Дуайером нападающий. Тоже весьма хорош. Контракт продлен. Фриментал меня просто удивляет. Он набрал 22 очка по гол плюс пас, играя на фланге. Да, при этом скиллы. Скиллы-то, ну... Ну, типа, ну не самые прям... Вау! Дальше, что у нас Джош с Тачини. Ну, уже оценка меньше семерки пошла. Это у нас фланг. Ну, просто стабильный чел. Выносливость меня продолжает его печалить. Он похож на молодого Галицкого, вам не кажется? И она не качается. Выносливость вряд ли уже прокачается, потому что ему скоро 24 года. Джо Остлер. Крепкий центральный защ, у которого выиграно аж целых непонятно сколько отборов за матч. Да и неважно. Марк Волл, кстати, очень был хорош. 20 голевых действий. Странно, что оценка такая низкая. Ну, и потом Джош Урукхай. Я вот его подписал. Потом увидел его природные данные. Понял, что он развалится. Он не развалился, но... В общем, тем не менее, я вместо него юзал уже и сьена. Более молодого, так сказать, звезду сборной Барбадоса. Оливер Гарднер продолжает меня радовать своими... Ну, на самом деле, не очень. Оценка 6.79. Наверное, было бы здорово найти в пару Остлеру более классного центрального защ. Все-таки отбор 7. Это довольно странно. Руджер Мусиндо. У него низкая оценка, но, в принципе, в 3D он играл довольно достойно. И странно, что плохая оценка у нашего кипера, который уже второй у нас год подряд играет. И тоже контракт продлен. Блин, им я доволен очень. 15 сухарей. То есть, вообще отличный вратарь. Просто я еще буду с удовольствием им играть. Играет за 140 баксов. В общем, довольно позитивный молодой вратарь. Вряд ли я, на самом деле, найду что-то более классное на его позицию. Но остальные футболисты так, чисто. Вот выходили там кто сколько. И, в общем, друзья, вот эти парни, скорее всего, в команде остаются. Да, но еще вот надо будет набрать хорошую скамейку. А то и классных футболистов в основу. Это все будет сегодня на стриме. В общем, там вас жду. До скорых встреч, сука. Мы остались в седьмом диве. Пока.